Здравствуйте друзья! Сегодня у нас 18 декабря, Калкасский районный суд. И вот расписание. Жеребор Сергей Александрович в 11 часов. Истец ОСХП Дмитриевская, ответчики, прошу запомнить эту фамилию, ответчики. Дегтярев Владимир Иванович и через запятую Ганиев Алексей Сергеевич. Сегодня у нас очередное заседание. По итогам заседания потом будет дополнение. Ну что друзья, сейчас уже вечер, прошло судебное заседание. Хочу теперь дать комментарий по прошедшему заседанию. И, значит, что хочу сказать. Значит, я не случайно, не случайно, специально заострил в начале ролика. Запомните эти фамилии Дегтярев и Ганиев. Значит, земельный участок этот, по которому сегодня было очередное заседание. Собственником этого участка являлся Дегтярев Владимир Иванович. В 2019 году Владимир Иванович этот участок выделил. И поскольку они наши близкие друзья, семья, дружившая с нами, они три года передавали нам его в аренду. И три года мы три урожая убрали с него, с этого участка, использовали этот участок. Но через три года ОСХП Дмитровская почему-то решила, что, значит, они вспомнили, значит, этот участок был, по их мнению, выделен незаконно и необоснованно. Они подали иск о несогласии с выделом к Владимиру Ивановичу Дегтяреву. На первое же, соответственно, иск каким-то, значит, джекпотом опять попал к судье Жеребору. И на первое же заседание к судье Жеребору было представлено свидетельство о смерти, поскольку Владимир Иванович Дегтярев к моменту подачи иска уже почти полгода был покойный. Он умер скоропостижно, человек болел, в общем-то, ну, не очень сильно болел, ну, скончался человек к этому времени и был похоронен. И, соответственно, значит, поскольку есть истец, но нет ответчиков, в связи со смертью ответчиков судья Жеребор должен был или не принимать этот иск, или, значит, отказать иски прямо на первом же заседании. Но, несмотря на это, судья Жеребор продолжил рассматривать этот иск. И уже на сегодня пошел второй год его рассмотрения. За это время, значит, судья Жеребор назначал по ходатайству противной стороны, ходатайствовали, значит, юрист хозяйства Пономаренко и адвокат хозяйства Гильштейн. По их ходатайству была назначена землеустроительная экспертиза. Куда отправлял, на какой адрес покойному ответчику отправлял судья Жеребор повестки и другие документы, уведомления, которые, чтобы приглашать его на заседание, на проведение экспертиз землеустроительной. Неизвестно, на какой адрес, то ли на кладбище он ему отправлял, то ли по месту жительства, где он жил, где он уже не живет. Он, ну, Царство Небесное, хороший мужчина был, шикарный вообще человек был. Его уже не было к этому моменту. Ну, он проводил все эти заседания, судебные, земельные экспертизы проводили. И вот вчера было очередное судебное заседание. Наследником, поэтому, на этот участок является Ганиев. Вот вторая фамилия, это Ганиев. Он является наследником. Это внук покойного. Но на тот момент и по сегодняшний день он в наследство еще не вступил. Значит, буквально полтора месяца назад он получил у нотариуса свидетельство, ну, документы, свидетельство на право на наследство на этот участок. Но зарегистрировать он это право он не может никак, поскольку судья Жеребор наложил арест на регистрацию. И вот на сегодня уже, значит, судья Жеребор пишет его, вот это расписание судебное, которое я снимал в суде, оно висит, расписание, значит, на входе в суд, Кавказский районный суд. Там указано, что ответчики, ответчиками являются Дегтярев Владимир Иванович, который на сегодня уже почти два года как покойный, и Ганиев Алексей, который на сегодня не является еще пока собственником, он только получил свидетельство на право на наследство, но он не получил как таковую эту собственность. Но они являются у судей Жеребора на сегодня ответчиками, каким образом это делается, для чего это делается. Я вот хочу в очередной раз обратиться. Граждане наши силовики, Конституционный суд, Верховный суд, юристы, адвокаты, землеустроители, депутаты, кто 101-й ФСЗ закон этот принимал, я ко всем к вам обращаюсь, ФСБ, все службы, которые имеют на это полномочия, тут явная, явная стоит, тут даже не поддается никакому другому оправданию, явная заинтересованность судьи. В чем это является, чем его заинтересовали? Это уже должны разобраться компетентные органы. Почему он так себя ведет? Вы понимаете, что это совершенно абсурд, абсурд полнейший. На сегодня была сделана экспертиза землеустроительная, которая на сегодня, противная сторона поняла, что они сделали только отдельно на этот участок экспертизу, и хотя они там сфальсифицировали, возможно, невозможно, скорее всего, наверное, сфальсифицированные какие-то там ошибки в виде там дорог, якобы накатанных, разросшихся лесополос, но собственник, ни собственник, ни наследник, никто претензий к размеру участка и вообще к этому участку не имеет. То есть к экспертизе они относятся совершенно холодно, она их не интересует. И вот на сегодня противная сторона, понимая, что они сегодня перенесли заседание и решили, значит, вместо этой экспертизы приобщить другую экспертизу на другой участок, который выделяли уже после этого участка, и которому было отказано, в общем, тот же судья Жирыбор, таким же образом отказали. Вот они теперь экспертизу с того участка планируют соединить, значит, к этому участку. Ну я еще раз обращаюсь, вы понимаете, что это даже уже не смешно, это чудовищно. Вот это и есть на сегодня судебный террор, вот это и есть на сегодня пятая колонна, которая раскачивает ситуацию внутри страны, при том, что мы самые обычные фермеры, крестьяне, даже фермеры, это слово какое-то такое, знаете, больше заграничное. Мы крестьяне обычные, у нас нету наемного труда, у нас 70 гектар земли всего, а вот эти вот крупные холдинги, подконтрольные вот этим продажным людям, вот на сегодня ОСХП Дмитровска, это генеральный директор Шестопалов Вадим Павлович, который является подозреваемым с нашей стороны в покушении на поджог моей техники, Сергея Малыхина техники, и в покушении на организацию убийства и Малыхина Сергея, и меня. Возбуждены уголовные дела, которые спрятаны и не расследуются. Вот я еще раз хочу обратиться. Ладно, там вот сейчас, вот на сегодня буквально, вот я сегодня видел информацию в интернете, что с Геленджика люди приехали на Красную площадь, и на Красной площади провели мероприятие, чтобы привлечь внимание к тому, что у них также через суд отнимают земли, земельные участки и домовладение. Такой же суд, Краснодарский, отнимает у людей жилье. То есть там, где люди живут, у нас отнимает суд. Вот именем Российской Федерации отнимает суд возможность выживать. У нас земля, это единственный источник, на котором можно зарабатывать. Других видов работ у нас здесь нет и быть не может априори. Поэтому я обращаюсь к вам еще раз. Если часто сейчас слышно и в интернете, и в телевизоре рассказывают, как вот там политических там, значит, людей, кто не согласны с политикой государства, их судят. Если там оправдание является, и оправданием то, что якобы печется государство и суд о целостности нашего государства, то здесь у нас нет никакой политики совершенно. У нас чистой воды экономика и беспредел. Беспредел, который на сегодня творится под именем Российской Федерации. Вот я еще раз обращаюсь ко всем, кто причастен к этому делу, кто может на это повлиять. Мы готовы принять любую помощь. Нам нужна помощь юридическая, оплачивать которую мы не сможем. Но нам нужна помощь. Причем нам нужна помощь согласно Конституции, которой гарантированы наши права и свободы, нам должно обеспечить государство. Вот я обращаюсь еще раз и к депутатам Государственной Думы, и к силовым структурам, и к аппарату уполномоченного Москальковой Татьяны Николаевны. В очередной раз обращаюсь. Мы ждем от вас заключения по ранее переданным вам аналогичным, совершенно беспредельным судебным решениям. Мы ждем от вас, от ваших экспертов заключения. Мы не требуем отнять тут у всех, отнять там землю и отдать нам. Мы не требуем никаких денег. И по большому счету нам эта земля не нужна ни в собственность, ни в какую. Она нужна нам. Нам нужна не сама земля, а нам нужна возможность работать на земле, на этой, чтобы производить продукцию, кормить свои семьи и жить как нормальные люди. Ничего другого мы от вас не требуем пока. Пока. Но в любом случае все это не поддается никаким в общем-то оправданиям. Все, что происходит с нами, я считаю, закон рядом тут не стоял. Никакие рамки закона здесь невозможно впихнуть вот эту ситуацию, которая у нас с нами сегодня происходит. И причем это происходит не только с нами. Это происходит в массовом порядке. В массовом причем по всем регионам. Вот после того, как я стал публиковать вот эти вот ролики и стал публиковать свой телефон, значит, еще раз его повторю. Мой номер телефона 8-918-011-60-09 Маслов Николай Николаевич. Краснодарский край, Кавказский район, Станица Дмитриевская, улица Ленина, 122. Вот с того момента, как я начал публиковать этот телефон, мне звонят со всей страны, со всей России, особенно вот Малые Ягуры, Ставропольский край, 240 человек находятся в такой же ситуации, именем Российской Федерации у них отнимают возможность жить и работать на земле. Вот по соседству тоже Ставропольский край, Станица Григорополитская, крупное хозяйство, крупное предприятие, которое, ну, одно из немногих сохранившихся, рентабельное, на сегодня его тоже там рейдеруют. Тоже люди ко мне приезжали, если там скажут, что мы фермеры там мелкие, мы неинтересны, то там крупное хозяйство отнимают у людей возможность работать в этом хозяйстве, отжимают. Точно такая же ситуация состоит Станица Вешенская, мне звонил Павлов, такой там есть фермер, у него там тоже отнимают землю, ему поджигали технику, в общем, тоже именем Российской Федерации, покушались на него. Такая же ситуация состоит в Орловской области, мне звонил оттуда, с Орловской области, с Приморского края мне звонили, с Новосибирской области, во всей стране происходит, в Самарской области мне тоже звонили, вот буквально не так давно в очередной раз звонили тоже со Ставропольского края, я уже не записываю, не хватает у меня и памяти, и времени на это все. Множество, множество, и все жалуются, что вот беспредельные суды именем Российской Федерации отнимают у людей имущество, не только землю, но и жилье, и производство, и бизнес, и вообще возможность жить и работать на земле. И вот это и является пятой колонной, вот это и является внутренним фронтом, который идет против нашей страны, против нашей Родины. Я еще раз обращаюсь, звоните мне по этому телефону, приезжайте сюда, силовики, мы дадим вам все показания, все данные, все, что я говорю, документально подтвердить мы готовы в любое время. И в общем-то ничего сложного нет, любой интересующийся человек, заходите на сайт Кавказского районного суда, находите судью Жеребора, находите судебные споры по ООО СХП Дмитриевская и вы не ошибетесь, в любой посмотрите и изучите эти судебные решения и вы будете шокированы, что происходит. Вот на этом пока все.